Я всем очень рекомендую прочитать книгу Гамора с Вярой. Вот я три ноля прочитал, сейчас читаю Гамору. И вчера она мне гадина не дала заснуть, эта книга. Я услышал фразу, которая меня потрясла вчера. Жуткая фраза. Он говорит, почему Гамора жива по сей день? В чем разница между Гаморой и остальным деловым миром? Деловой мир разбит на линейные операции. То есть вот девочка, вот мальчик, еще одна девочка. То есть на операционные цепочки. Гамора построена совершенно иным способом. У нее люди превращены, сборка людей в механизмы превращены. И даже если вы перебьете половину Гаморы, ничего не произойдет. Не ходить бы как работали, так и будут продолжать работать. То есть такую организацию развалить невозможно. Вам нужно убить всех до одного, чтобы она перестала существовать. Ну а как вы понимаете, в условиях европейской демократии это просто невозможно. Даже теоретически. Можно хоть в тюрьму посадить, кого-то отловить, но убить всех невозможно. То есть это люди объединенные в механизмы, в некие, автономно существующие, каждый механизм сам по себе, работающий в секторах. Притом в секторе может работать 10-15 механизмов и не пересекаться между собой. Но такую организацию просто остановить нельзя. И поэтому, что они с ней не делают в Неаполе, ничего не получается. То есть ключевое слово механизм, не линейная операция, а механизм. А механизм вещь какая? Многофункциональная. И поэтому, что бы люди не пытались сделать, они ничего сделать не могут. А эта, ну как вы понимаете, вещь требует проектирования и специальной подготовки.